Саудиты обещали отнимать счета и недвижимость россиян. Кадыркин теперь должен быть первым в этом списке, он же ведь друг их главного мира. Я не думаю, что у него в Сауде есть какая-то недвига. В том числе, твои рассуждения типа «это Россия стравливает Кавказ» выглядят так же смешно, как рассуждения типа «Америка и Запад стравливают русских и украинцев, думаю, Абхаз и грузин не разделят такие рассуждения». Что нас ждет в ближайшем будущем согласно хадисам? Знаешь ли ты что-то интересненькое? И если да, расскажи, плиз. Может, даже связан с политситуацией в мире. Нет, тут я не силен. Я вообще не люблю, когда кто-то, приводя хадисы, пытается сегодняшнюю ситуацию вот это подогнать. Потому что хадисы, они, вообще любые священные писания, когда они что-то о чем-то сообщают в будущем, то там никогда не бывает точной даты. То есть в таком-то году будет вот то-то, то-то. Поэтому любые события, которые происходят, их, в принципе, можно подогнать под хадисы или наоборот хадисы подогнать под эти ситуации. Я не сторонник. Я сторонник того, что эти тексты нужно, конечно, в целом, нужно их знать, нужно понимать. И нужно просто допускать. Говорилось ли в этом хадисе о сегодняшних событиях? Может, да. А может, нет. А может быть, там говорится о событиях, которые еще, которым еще предстоит совершиться. А может быть, там говорится о том, что было до этого, понимаете? То есть нужно здесь с такой, ну то есть без какого-то утверждения, просто допускать. Я так считаю. Тумсо, по твоей логике, любой народ имеет право на суверенитет, так как в Дагестане проживает около 38 народов. Как представляешь себе 38 независимых стран на территории Дагестана? Я очень легко себе это представляю. На самом деле, если вы спрашиваете, являюсь ли я... То есть, если вы думаете, что во мне есть какое-то противоречие, вот Дагестан, ты, значит, ты там не допускаешь, а вот других ты допускаешь. Нет. Я абсолютно не против, если, как ты говоришь, 38 этих народов, там каждый захочет иметь свое. Да никаких проблем. Главное, чтобы мы все в рамках общего братства при этом это делали. Я лично за. Но это не мой вопрос. То есть, это не та тема, когда я говорю, вот так должно быть. Нет. Это вот как раз эти народы должны сами решать. Из того, что я сейчас вижу, нет такого, в Дагестане нет такой повестки. То есть, вообще, в принципе, даже сами эти народы, маленькие и даже не маленькие, большие народы Дагестана, они себя не видят как отдельно. То есть, они все себя в рамках единого Дагестана ощущают. То есть, они сами себя называют дагестанцами, например, абарцы, даргинцы, кумыки. Это не маленькие народы. Это уже большие народы. Они сами себя называют дагестанцами, то есть, ассоциируют себя, в принципе, в такой общей семье. Поэтому здесь, если же кто-то из них, например, будет претендовать на какую-то государственность отдельную, то это их внутренний вопрос, и я лично не буду вообще в это лезть. Единственное, есть один народ в Дагестане, который, возможно, ввиду своей разделенности между Азербайджанами и Россией, может, из-за этого у них этот вопрос именно на собственную независимость, на собственное само сознание у них возникает. Может быть, и без этого он у них был бы, я не знаю, это лезгин. У них есть вот эта внутренняя повестка, они говорят о своем суверенитете, о своей независимости. И я, например, полностью поддерживаю никаких проблем. Если кто-то там даже, даже есть те, кто типа против, лезгины часть Дагестана, но если сами лезгины хотят быть отдельными, не в Дагестане, тем более не в Азербайджане, то я лишь только поддержу этих наших братьев. Но, безусловно, это их право. Саудиты обещали отнимать счета и недвижимость россиян. Кадыркин теперь должен быть первым в этом списке, он же ведь друг их главного эмира. Я не думаю, что у него в Саудии есть какая-то недвига или счета, это вряд ли. У него, скорее всего, в Эмиратах есть. Насчет Саудии. Ну, может, что-то там и будет, но это, я думаю, по-любому, это не основная тема. У них очень много было всего в Турции, и после того, как их там начали метелить, они начали это все сливать. А в Эмиратах у них позиции хорошие, потому что он дружит с Нахаянами, там друг друга называют братьями, поэтому там, да, там у них будет много всего. Вот если там их прижмут, вот это будет удар. Томсот, твои рассуждения, типа это Россия стравливает Кавказ, выглядят так же смешно, как рассуждения, типа Америка и Запад стравливают русских и украинцев, думаю, Абказ и грузин не разделят такие рассуждения. Ну, Смирнов, смешно, не смешно, но факт остается фактом. Пока Россия к нам не пришла, у нас вообще не было никаких вопросов между собой. Веками жили, никто ни с кем не воевал, никакие территории не делили. Все было нормально. Приходит Россия, одни народы куда-то, значит, высылает, потом их земли между другими распределяет, потом эти народы обратно возвращают, уже готовый конфликт, потому что там находятся другие люди. Даже если там эти вопросы они решают, потом, значит, руководство СССР берет и границы там по-своему чертит, когда передел идет, земель отдает теперь землю исконно, там чеченскую отдает ее дагестанцам, кабардинскую или, наоборот, балкарскую. Ну, в общем, специально делит это все. Республики чертят как-то непонятно, почему-то кабардинцев с балкарцами объединяет республику, карачаевцев с черкесами, хотя логики, кроме как логики зарождения конфликтов, это никак не поддается. Поэтому тебе может быть смешно, потому что ты просто не в теме, ты не видишь, не понимаешь эту ситуацию. Нам на самом деле это не смешно, для нас это очень грустно, все, что происходит. Почему ты не говоришь о том, что СССР говорил на ломаном чеченском, а на некоторых выступлениях вовсе читал заранее заготовленный текст на чеченском, где забывал слова «Горский яхут и жена еврейка». Во-первых, он не говорил на ломаном чеченском, ты, по всей видимости, не чеченец, раз тебе, видимо, кто-то так сказал, и ты просто передаешь эти слова. Он не говорил на ломаном чеченском, он говорил на своем диалекте. При этом, если даже он, как ты говоришь, и плохо бы знал чеченский язык, ну и что? Что это теперь? Он перестает быть чеченцем. Ты знаешь, сколько чеченцев, которые, к сожалению, плохо знают. Я сам, кстати, один из них. Я тоже не могу сказать, что я хорошо знаю чеченский язык. Что теперь? Это делает нас не чеченцами, что ли? Это в результате многолетней оккупации той работы, которая была проведена. К сожалению, наш язык сегодня один из вымирающих языков этого мира. Это мы имеем. И мы поэтому и хотим свою страну, свою независимость, чтобы сохранить свой язык, свои обычаи, свои традиции. Это очень странный довод против него. И далее вообще полный абсурд. Заранее заготовленный текст, он говорит, читал, где забывал слова. Как можно забыть, если ты заготовил текст, если он у тебя написан? Забываешь, когда ты что-то выучиваешь, а если ты текст приготовил, написал, то ты просто читаешь. Он, может быть, не умел читать, так хочешь сказать. В общем, это полный бред насчет его происхождения, насчет еврейства. Эти слухи уже давно мусолятся различными недалекими людьми. Я их уже неоднократно опровергал. Поэтому даже неинтересно на эти темы разговаривать. Субтитры создавал DimaTorzok